Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Также всех хочу поздравить с наступающим Новым Годом! Всем огромного крепкого здоровья, счастья, удачи! Пусть у вас в Новом Году будет всё хорошо! Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет называться так. Помиримся мы или нет? Нет, я всегда, когда начинаю расклад, я всегда немножко очень сильно переживаю, волнуюсь. У меня всегда так, потому что я изначально всегда настраиваюсь на поток, чтобы у меня всё пошло чётко и конкретно. Но я такой человек, я всегда люблю конкретику во всём. Если у меня изначально карты идут, всё хорошо, я спокойна, я уже в процессе потом расслабляюсь, я могу пошутить и посмеяться и всё остальное. Так что сейчас будет расклад по вариантам. Здесь будут сейчас четыре варианта. Вот моя основная функция, да, это настроиться и правильно прочитать карты. А ваша главная задача, знаете в чём? Правильно выбрать позицию. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь, успокойтесь свои мысли, сядьте поудобнее, расслабьтесь, если будет вам так удобно. Можете налить себе кофе, чай, это тоже немножко расслабляет. И я сейчас буду выкладывать четыре позиции. Вам нужно будет выбрать всего лишь одну. Интуитивно. Хорошо? Померимся мы или нет? Да, тема такая сейчас будет. Померимся мы или нет? Срок, пожалуйста, загадывайте тоже сами, какой вам удобно. Только не надо до года, до полугода. У меня расклады идут по несколько раскладов каждый день, поэтому смысла нету ставить большой срок. Загадывайте на месяц. Хорошо? Вот в течение месяца померимся мы или нет? Итак, первая позиция. Померитесь ли вы? Вторая позиция. Померитесь ли вы? Третья позиция. Померитесь ли вы? И четвёртая позиция. Померитесь ли вы? Пожалуйста, выбирайте. Загадали? Итак, смотрим, кто загадал цифру номер один, первая позиция. Померитесь ли вы? Ой, вы без друг друга. Вы вообще жить не можете. У вас карта дьявола. Вы друг другу так привязаны. Здесь, кстати, могут быть какие-то магические воздействия. Я уже не знаю, кто делает, с какой стороны. Это не важно даже. Но, конечно, вы померитесь, потому что вы без друг друга жить не можете. У вас такое сильное сексуальное притяжение просто до бешенства. Понимаете? Вы как друг друга питаете. Вот прям энергетически питаете. Потому что вы прям вот как два допинга. Один наркоман здесь, а другой как его наркотик. И один без друг друга не может. И второй без того не может. То есть здесь вот такая вот каша идёт. Вы друг друга отцепиться не можете. Вы на каком-то шестом чувстве друг друга постоянно чувствуете. Где он? Что он сейчас делает? Если вам сейчас сказать, например, он сейчас другой бабой трахается. Вы скажете, не, Яна, я чётко знаю, что у него сейчас никого нет. И это будет правильно. И это будет правильно. Потому что вы очень хорошо друг друга чувствуете. И ему то же самое. Если сказать, что она сейчас как-нибудь там мужиком там болтает, заигрывает. Он тоже не поверит. Потому что здесь такого у вас тоже нет. Вы как-то, я же говорю, вы друг друга как будто чувствуете очень хорошо. На тонком каком-то таком уровне, да. Да, смотрим дальше. Померитесь ли вы? Ещё. Но он не торопится. Ну, здесь я ведьма. Здесь я женщина-ведьма. Здесь сто процентов женщина-ведьма. И У вас такие друг другу эмоции. Когда вы не вместе, у вас сексуальное воздержание. И когда вы Когда вы соединяетесь, у вас, понимаете, такие искры от друг друга идут. Энергетические. Просто вы как набрасываетесь на друг друга. Вы у вас у обоих такие какие-то прям, я не знаю, дьявольские горят глаза. Прям сумасшедшие. Потому что здесь люди без друг друга жить не могут. Не могут. Вот, возможно, у вас есть, кстати, ребёнок. Этот ребёнок вас соединяет. Является вашим таким неким, да, проводником друг другу. Кстати, у вас очень сильная любовь друг к другу. Вы любите друг друга. Вы оба должны любить ванну, шампанское, я не знаю, коньячок, вино вкусное, джакузи, бассейн, там, где есть вода. Вы оба должны любить жидкости, принимать какие-то жидкости, я не знаю, пить, выпивать, отдыхать. То есть здесь оба два любителя таких. Знаешь, когда вы иногда картинку показываете, там мужчина, женщина лежат в джакузи-ванне, я не знаю, где-то на Майорке и пьют шампанское, да. Вот иногда такие фотографии видишь. Так ощущение, как будто вот вы в этой фотографии. Оба. Кстати, вы можете быть его женщиной тайной. Он вас никому не, вас, вернее, никому не показывает и о вас никому не говорит. Здесь такой может тоже проиграться. Может быть, вы ждете, кстати, от него ребенка. И еще. У кого-то из вас есть или бассейн дома, или красивая джакузи-ванна, или же или же у кого-то собственный дом и есть красивый фонтан во дворе. Также кто-то из вас очень любит красивую посуду. А такую посуду, знаете, вот как раньше пили цари, короли, герцоги. То есть, очень красивая посуда. Вот здесь у меня ощущение, что это, по-моему, женщина должна любить. Красивая большая кухня, широкая, очень красивая. Так соединена вместе, как с гостиной. И у вас такая красивая там посуда, просто какая-то божественная, знаете, как будто очень дорогая, очень красивая. Очень, кстати, практичная, потому что из нее очень приятно пить и кушать, а бокалы особенно. И у кого-то большие большие окна в пол. У кого-то большие окна в пол. Ну, у мужчины могут быть так. И у женщины могут быть так. Большие окна в пол, прямо возле этой кухни, как в зале. Это как собственный дом получается, очень красивый. Это вы где живете? В таком месте у вас там как-то тепло. Это тепло, и я думаю, что это за границей, это не Россия. Это должна быть за границей. Потому что там климат такой, знаете, вот теплый. Хорошо. Меня немножко увело. Давайте посмотрим, помиритесь ли вы все-таки или нет. Вы как будто еще с этим человеком на расстоянии, что ли, находитесь. Как на расстоянии. Кто-то кому-то должен приехать. Но я все-таки думаю, что да, вы помиритесь. Вы помиритесь. Это неизбежно. Вы должны помириться. Должны помириться. И это случится в тот загаданный срок. Конечно, он не торопится. Вы как бы тоже не торопитесь. Здесь может быть такой момент, что женщина старше мужчины. Здесь мужчина может быть молодой. Хотя может быть и наоборот. Может быть такой момент, что мужчина как бы по годам взрослый, но выглядит как пацан. и женщина здесь возможно очень молодая, но внутренняя как очень взрослая такая мудрая женщина. Понимаете? Такие энергии здесь идут разные. Но я думаю, что помиритесь. Да, здесь просто это неизбежно. Вы должны помириться. И это случится обязательно. Кто-то кому-то является учителем. Вы как будто друг другу что-то даете постоянно. Энергетически подпитываете друг друга. У вас могут быть кстати дети или уже есть дети. это тоже вас постоянно как-то сплочает. Понимаете? Заставляет быть вместе. Так. И опять же магия, да? То, что я говорила. Магия. Здесь возможно магия. вторая позиция. Помиритесь вы или нет? Ну, здесь люди друг друга знают давно. Здесь люди друг друга знают давно. Еще. Здесь люди не свободны. Может быть трехугольников, четырехугольников. да. Здесь люди кармические по судьбе идут. Или это бывший муж, супруг, так скажем, да? Или это мужчина, который должен стать вашим мужем. Здесь и любовь идет, товарищи. Здесь по-другому не может быть. Если вы сейчас думаете о том, что в ваших отношениях конец, и вы уже давно не общаетесь, и это конец, я хочу вам сказать, что это не конец. Это не конец, это большая длинная пауза, которая должна закончиться. Потому что вы идете кармические, кармические просто так не заканчиваются, вы еще не отработали. Здесь мужчина никак не может определиться, с кем он хочет быть. И вы не Господь Бог, чтобы решать за него и за себя. Здесь есть высшая сила, она за вас решает. От судьбы еще никто не уходил. Поэтому там, где есть чувства очень сильные, а у вас очень сильные друг другого чувства, но кто-то там третий мешается, и он этот третий дает возможность скорее всего вашему мужчине, а может быть и вам, определиться и разобраться, что вы должны быть вместе. И не в каких-то трехугольниках, четырехугольниках, а быть вместе как пара, мужчина и женщина, которые предназначены судьбой. Вы поняли, что я хочу сказать, да? Еще помиритесь вы или нет? Ну здесь король кубковый сто процентов, еще эгоист, очень сильный, мощный, он поэтому проходит, здесь мужчина очень сильно проходит отработку, отработку через высшую силу его наказывает. Я говорила про таблетки? Помните про таблетки я говорила? Вот он сейчас принимает эти пилюли для того, чтобы немножко снизить свой эгоизм, потому что он женщину здесь, а здесь дама Мечева идет, он эту женщину уже довел до того, что она стала холодная, уже не только к нему, а к жизни, а это не должно быть. И здесь он пилюли принимает сейчас, ему прописали полный курс, понимаете? Чтобы он их пропил и стал нормальным мужиком, который должен отношения строить вот с этой женщиной, которая дана ему высшей силой. Вот и все. А у нас здесь бледун, извините за выражение, король кубковый, он все по бабам у нас здесь прыгает, добегает, скачет, никак поделиться не может. И никак решиться не может, что женщину завоевывать надо. Надо уже мужиком стать императором. А у нас он все боится тут. Он все боится у нас тут. Здесь не до мужик какой-то, понимаете, вот высшая сила из него мужика делает. Она из него мужика-то и делает. Императора, он должен здесь быть четкий, конкретный мужик, который знает, чего хочет. А здесь мужчина боится, боится всего. Ответственности брать боится, решать чего-то боится. Единственное, чего он не боится, это только с бабами шляться по постелям, койками прыгать. Вот этого он не боится. Вот это он научился очень хорошо. А быть мужиком в этой жизни, он боится. Померитесь ли вы? Да, померитесь. Померитесь, кто-то кому-то приедет. Кто-то кому-то приедет. ну, я тоже чувствую, здесь люди на расстоянии. Кто-то кому-то приедет и примирение будет. Как будет примирение? Это, пожалуйста, к вопросу к высшим силам. Потому что сейчас на данный момент вы находитесь в зависимости от высших сил. И вы еще в процессе доработок. Над ним сейчас высшая сила работает. Что ты можешь сказать конкретно, когда высшая сила за ним сейчас следит, наблюдает и им управляет? Что ты можешь конкретно сказать? Ты ничего конкретно сказать не можешь, потому что я не могу быть высшей высшей силы. Я не могу быть высшей Господа Бога. А все сейчас решается. Ваша ситуация решается через него. Но я могу вам сказать, у вас никакой точки не поставлено. Забудьте про эту точку. Вы будете вместе, примирение тоже будет. Только всему свое время. Пусть его перевоспитают уже в мужика, блин. Чтобы, по крайней мере, вы стали уже нормальной женщиной, а не дамой Мечевой. Кто загадал цифру номер 3? Фамилия тесливая. Ой, а здесь пара вообще в нищету уходит. Карта бомжа. Че вы маетесь оба? Че вы оба маетесь здесь? Еще, померитесь ли вы? Здесь тоже ужас. Дурдом. Здесь мужик, император. Недомужик, наверное, тоже я так полагаю. Как в жертве он находится в какой-то непонятной для себя. У которого ничего не получается. У любого императора все должно ладиться. Как говорится, все, что я не захочу, я могу получить, потому что я мужчина. А здесь мужик у нас, понимаете, с большой короной, а в жизни на деле ноль с палочкой или без палочки, который от кого-то зависит, от чего-то зависит, у которого своего мнения нету, у которого только я, 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 я впереди всей вселенной. А на деле хрен знает что, понимаете? померитесь ли вы или нет. Ой, господи, ай, здесь тоже могут быть люди в браке или развелись. Вот смотрите, давайте я вам скажу так, если вы развелись, вот я вас прошу и умоляю, забудьте его, не зовите его больше, отпустите его, потому что вы никогда с ним счастливы не будете. Правильно сделали, что развелись. Если вы в браке с этим человеком, сейчас, на данный момент, тогда начните уже с друг дружкой общаться, разговаривать, меняться, что-то делать. Вы оба, оба находитесь в карте бомжа. Ваши отношения ни к чему хорошему не ведут. Вы несете потери. Потери денежной, потери здоровья, потери сексуальной, вы уже друг с сексом тоже заниматься не хотите. У вас по всем фронтам идут потери, убытки. Здесь надо что-то менять, иначе так жить невозможно. Если вы еще не в браке с этим человеком, но вы хотите выйти за него замуж, первое, что я могу сказать вам, не выходите. Не надо. Оставьте его в покое. Найдите нормального мужика себе, который вам подходить будет. Или же, если вы уж так сильно хотите, опять же, начните с ним общаться, разговаривать, договариваться и строить правильное отношение, чтобы вы не маялись с ним, потому что здесь плохие карты у вас идут. Даже я поэтому думаю, нафига им это примирение нужно, если они с этим примирением в пятерке и пентакле гуляют, в бомжах они гуляют. Нафига вам это примирение нужно? Да вы и сами не знаете, оцепиться друг друга, что ли, не можете уже? Что вас соединяет? Я не знаю, что вас соединяет здесь. Расстояние соединяет, иллюзии какие-то. Вы себе там нарисовали оба, я не знаю, он у вас, как там, Брэд Питт, что ли, идет уже просто? А вы у него Анджелина Джоли, что ли, в мозгах, в голове? А в реальности вы совсем разные люди. Товарищи, подумайте, пожалуйста, по третьей позиции. Зачем вам это примирение? Ничего хорошего с этого примирения нету. Оно будет, оно возможно, без проблем. Ну, а зачем вам такое примирение, если люди от этого примирения несчастные? Вот я просто удивляюсь. Ну, странно как-то просто. Подумайте об этом. Ой, Господи. Здесь возможно, что люди даже не свободны, то есть в трехугольниках, четырехугольниках. Задумайтесь. Четвертая позиция. Будет ли примирение? Конечно, будет примирение. Вы без этого вообще не можете. Вам скучно, когда у вас только все хорошо. Надо же обязательно поругаться, чтобы потом опять настрадаться и опять сойтись. Ну, мы так, я не знаю, адреналин получаем. Это как-то по жизни так кайфуем. Я не знаю, там что-то у нас там еще фантазии у нас такие еще больше. Да? Ну, милые бронятся, только тешатся как бы из этой категории. Помиритесь вы или нет? Конечно. Здесь женщина всем руководит, управляет. Женщина. Он зависит от женщины. Она как хочет, им управляет, командует. Я не знаю, здесь, возможно, женщина старшего возраста, например, да? Не знаю, намного, намного не важно. Здесь мужчина как в дрессировке находится под этой женщиной. Она как скажет, он так и должен выполнять. Кто-то, кстати, находится, возможно, в браке, например, да? В браке находится кто-то из них и полностью уйти не может. Также здесь женщина 100% ревнивая, 100% собственница. Даже если она официально замужем, она этого мужика, вот это вот, например, тоже ревнует. Типа он мой. Он мой. И я его никуда не отпускала. И даже если сейчас читать ей мораль, что такое хорошо, что такое плохо, она меня нахер пошлет. Скажет, где дает отсюда? Я сама знаю, как мне жить. С каким мужиком мне в ЗАГС идти, а с каким мне в постели быть? Яна, я без тебя знаю. Мне твои вот эти вот здесь мораль читать мне не нужно. Да, возможно, она будет права. И, возможно, она будет права. Ну, в своем, в своем смысле, как бы ее тоже можно понять, почему. Потому что там, ну, ладно. Да, помиритесь, помиритесь, потому что у вас уже неоднократно вы расставались. Ой, хитрости, обманы, уже и ссоры, а друг к другу уезжали. Люди, возможно, здесь на расстоянии. Потом опять... Вот здесь, здесь... Здесь большой базар-вокзал такой был, знаете. Много всего тоже было. Здесь люди не летают в облаках. Хотя карта у нас у меня, да, Таро, царство, фэнтези. Тут у людей все нормально. Они адекватные. Вот здесь люди адекватные. Они не в фантазиях каких-то находятся. Они в житейских проблемах находятся, которые пытаются решить эти проблемы житейские. И женщина здесь очень сильная. На ней все держится. Она очень умная, очень сильная, очень мудрая, понимающая, стойкая. нелегко ей в жизни. Ей по жизни нелегко. Но что делать? Ну что делать? Не может никак она. Ни одного, может быть, мужика отпустить, ни второго мужика отпустить. Но не может она. И я тоже можно понять, почему. И тяжело ей. Потому что она одного поднимает, второго поднимает, всех поднимает, все на себе тащит. И просто человеческая хочет любви. Женская хочет просто любви. Имеет на это право, кстати. Ну и деньги у нее будут. Здесь и в деньги все упирается. В деньги все упирается. Господи. Все в деньги упирается. Деньги будут. Будут деньги. Самое главное, я бы еще сказала об этой женщине, в долг никому не давать. И не брать, ни в кредиты, ничего, не влезать, когда мужик просит какой-то, да, я хочу купить машину последней на марке Mercedes, мне деньги нужны. И баба ради него готова в кредит залезть, лишь бы не надо, ни в коем случае, никакие кредиты. Здесь женщина очень сильная, которая может самопожертвованием, самопожертвованием заняться, да. Этого делать нельзя. Здесь, здесь женщине нужно разобраться с этим мужиком просто. То есть, давайте скажу так, если вы загадали на мужчину, вам с этим мужчиной просто надо разобраться уже конкретно, потому что вы, вы как будто друг друга, как вымораживаете уже, я не знаю, опустошаете друг друга. Надо ли вам это? Надо ли вам это? по поводу померитесь, да, померитесь, куда вы денетесь? Конечно, померитесь. Здесь мужик без вас вообще жить не может. Вы для него как мамка просто родная. Конечно, померитесь. Вот такой был расклад, девочки мои, красавицы. Я в шоке, конечно, от таких раскладов. Ну, что делать? Ну, как карты показывают, то и читаю я. Не обессудьте. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Пусть у вас в личной жизни вообще все будет хорошо. И до скорых встреч. Спасибо.